Добрый день, господа. Вашему вниманию вся линейка разновидностей 1 рубля 2009 года Московского монетного двора новых стальных магнитных. Не забываем подписываться на мой канал, кликать на рекламу, ставить лайки и если смотрите в социальных сетях, то переключаться на просмотр в ютубе. Ну, всего тут 13 вариантов. Можно голову сломать. Начнём по порядку с аверса. Здесь 5 аверсов. В основном они различаются по расположению знака монетного двора, но, правда, не только. Штемпель А. Знак максимально высоко придвинут к лапе орла. Штемпель Б. Знак монетного двора чуть пониже. Считается, что в среднем состоянии. Ну, здесь все индексации начинаются с буквы Н, ну, в конечном счёте, что значит на Л. И всё я веду по Сташкину, потому что у меня язык сломается, если я ещё буду на Курвилесе переключаться. Дальше идёт штемпель В. Знак опущен, смещён вправо. И средняя удалённость букв до канта. Дальше идёт штемпель Г. Знак опущен, смещён влево. Вот по сравнению с этим гораздо видно. И надписи приближены к канту. Штемпель Г. Знак тоже опущен, смещён влево. Но надписи отдалены от канта. Вот здесь приближены. И здесь отдалены. Дальше смотрим по реверсам. Штемпель 3.12. Здесь буквы явно сближены. Печать глубокая, высокая, рельефная. Вот здесь буквы сближены. Штемпель 3.12. Дальше штемпель 3.3. Здесь уже нерельефная печать. Буквы расставлены. Вот смотрите, вот здесь сближены. Здесь расставлены. Листики вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Разделены кантом. Вот этот завиток приближен к канту. Это штемпель 3.3. Дальше идёт штемпель 3.41. Здесь тоже буквы расставлены. Но листики соединены. Ну, то есть, здесь тоже соединены. А завиток, вот этот листик, удалён от канта. И дальше этот был 3.41. Дальше идёт штемпель 3.42, который мало чем отличается от 3.41. Ну, так же буквы расставлены. Так же вот этот удалён. Но листики касаются, на канте соединяются. То есть, чуть-чуть как бы, ну, мало чем отличается от 3.41. То есть, там они соединены. А здесь касаются на канте. Дальше мы теперь будем смотреть по... Более скрупулёзно. Освободим местечко. Вот здесь у меня под реверсами могут прятаться и редкие, и нередкие, разные. Приходится даже редко использоваться в качестве общей информации. Потому что набрать столько простого материала бывает сложновато. Значит... Вот три монеты. Все штемпель А. То есть, где... Знак монетного двора вплотную приближен. Вот так смотрим. Сейчас я ищу. Вот здесь видно, что... Знак монетного двора вплотную приближен к лапе. А штемпели реверса все разные. То есть, первая монета. Штемпель 3,12, буквы сближены, печать высокорельефная. Это обычная рядовая стандартная монета. Дальше идешь темпель 3.3. Буквы расставлены, листики разделены. Этот бутон приближен к канту. Это уже не частая монета. Дальше идет штемпель 3.42. 3.42А. Здесь уже листики касаются у канта. Буквы расставлены. Вот этот бутон удален от канта. Вот это уже редкая монета. 3.42А. Дальше перейдем к вариантам со штемпелем B. Убираем. Со штемпелем B. Вот видим, что знак монетного двора на среднем расстоянии от лапы. Перевернем. Ну, опять же, ситуация... 3.12Б. Здесь печать высокорельефная, буквы сближены. Монета рядовая обычная. 3.3Б. Листики разделены кантом. Завиток приближен. Буквы расставлены. 4.12Б. Листики. Монета не частая. 4.12Б. Листики. Ну, не частая монета, но цена может быть полтинник. 5.12Б. Листики. 5.12Б. Листики. Дальше смотрим со штемпелями W. 5.12Б. 6.12Б. 6.12Б. 7.12Б. 6.12Б. Знак везде опущен. 6.12Б. 9.12Б. Сдвинуть вправо, текст на среднем расстоянии от канта. Тоже перевернем, но опять же 3.12. В. Буквы сближены. Печать глубокая. Это не частая монета. Дальше идёт 3.3В. Буквы расставлены, листики разделены, завиток приближен. Обычная, стандартная монета. И 3.41. Листики соединены, вот этот завиток удалён, буквы расставлены. Это не частая монета. Переходим к штемпелю Г. Сейчас эти убираем. Штемпель Г. Штемпель Г. Знак опущен. Сдвинуть влево. Кант широкий. Надписи приближены к канту. Значит, переворачиваем их. Опять же, смотрим по реверсу. Штемпель 3.12. Штемпель 3.12. Буквы расставлены, листики разделены, завиток приближен. Обычная монета. Буквы расставлены, завиток отдалён, листики касаются на границе с кантом. Вот здесь тоже касается. Вот это самая редкая 3.42 Г во всей линейке этого года. Вот это самая редкая монетка. Их даже немножко в сторонку отдалим. Так. Уберём ещё монетки. Дальше со штемпелем D. Здесь тоже знак опущен. Сдвинут влево. Но расстояние от надписей до канта больше. Опять же, переворачиваем. Смотрим. 3.3D. Листики разделены. Завиток приближен. Буквы расставлены. Это редкая монета. Вот в этой линейке занимает второе место по редкости. А это обычная монета. Здесь листики соединены. Завиток отдалён. Ну, буквы, само собой, расставлены. Ну вот. Пожалуй, всё насчёт этой линейки. Ну, единственное, ещё раз упомяну. Редкие монеты. Это... Это... 3.42А. Знак... ...приподнят. Буквы расставлены. Листики касаются. Завиток отдалён. Если я не перепутал. По-моему, вот это. Да-да-да. Перепутал. Вот здесь. Листики касаются. Завиток отдалён. Буквы расставлены. Буквы расставлены. 3.42А. Третье место по редкости. Потом... 3.3Д. Знак опущен, сдвинут лево. Расстояния увеличены. Буквы расставлены. Листики расставлены. Завиток близко. И вершина творчества. Самая редкая монета. Это... 3.42... 3.42Г. Здесь у нас... Буквы расставлены. Листики соединены. Вот этот завиток... Отдалён от канта. Знак монетного двора опущен, сдвинут влево. Надписи приближены к канту. У 3.3Д надписи... Отдалённая от канта. Ну вот, пожалуй, всё. Ищите. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться, лайкать, кликать. Всего вам самого наилучшего. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok